Привет, красотки! Сегодняшнее видео будет о лучших и худших продуктах бренда Catrice. Передо мной сейчас стоит просто огромная коробка, и по этой причине я не смогу, естественно, на каждом из продуктов долго останавливаться в этом видео. Но если вы заглянете в инфобокс, то вы, естественно, сможете найти ссылки на детальный ревью, на видео со сводчами помад на губах и так далее. Первая вещь, о которой мы поговорим, это тональная основа Even Skin Tone Beautifying Foundation. Финиш здесь сатиновый, она отлично себя проявила даже летом. Летом я лично потею, моя кожа начинает даже периодически становиться чуть-чуть жирной от солнца, от пота и так далее. И зимой она не подчеркивала мои шелушения, всегда смотрелась естественно. Я думаю, вы сами догадались, что это тестер. Сама по себе основа обычно находится в упаковке, очень похожей. На упаковку тональной основы Made to Stay Makeup 24 Hour Foundation. Эту тональную основу я купила недавно, оттенок мой 010 Nude Beige. Девчонки, если вы слышите грохот и удары, очень сожалею, на улице что-то ремонтируют. На моей коже она выглядит неестественной плотной маской, она подчеркивает все шелушения. В особенности неестественная, она смотрится на носу. Буду дальше тестировать, но пока что я явно не фанат. All Matte Plus Shine Control Makeup. Тональная основа матовая, текстура здесь тоже плотная, кремовая, явно не текучая. Несмотря на тот факт, что она для меня сейчас слишком темная, я уже ее тестировала несколько раз. Я могу вам сказать, что здесь достаточно сильно ощущается силикон в составе. Если у вас жирная кожа, то возможно это как раз то, что вам нужно, потому что силикон обычно препятствует образованию проплешин, то есть он заставляет вашу тональную основу держаться на лице чуть дольше. И как только я сниму ревью, вы найдете ссылку на него внизу в инфобоксе. У меня есть консилер Liquid Camouflage от Catrice в оттенке Light Beige, который является моим золотым ралем. В который раз вам повторяю, девчонки, что в этом консилере я вообще не вижу никаких негативных сторон. Он отлично распределяется по вашей коже, выглядит естественно, быстро впитывается. Я ношу этот консилер даже на тренировке по тэквондо. И в конце тренировки моя кожа все еще выглядит симпатично, нет никаких проплешин. Camouflage Cream. Мой оттенок 010 Ivory. И, кстати, более светлый оттенок вот этого консилера тоже, скорее всего, называется Ivory. Так вот, консилер Camouflage Cream. Гораздо более плотный. Идеально подойдет для замазывания прыщиков и других несовершенств и акцентов кожи. Покрытие у него плотное. Я думаю, вы сами видите. Он отлично маскирует. Единственное, что, девчонки, он явно не подойдет для нанесения под глаза, потому что он будет скатываться, сбиваться. Пудра из линейки Catrice у меня есть только одна. Называется она Prime & Fine Modifying Powder Waterproof. Оттенок мой Transparent. То есть, пудра, по идее, прозрачная и подойдет вам вне зависимости от вашего тона и подтона кожи. Текстура здесь не такая уж шелковистая. В общем и целом со своей задачей справляется. Держит консилер на месте, держит тонально основанное место в течение дня. Если вы любите легкие текстуры, если вам пудра нужна для закрепления макияжа, вы не ждете от нее высокой покрывающей способности, тогда этот вариант могу вам смело рекомендовать. Он понравится вам, если у вас есть проблемы с тем, что лицо выглядит как напудренная маска, например, у вас сухая кожа, и когда вы наносите пудру, она заметна на вашем лице. Вот тогда как раз вам и пригодится Prime & Fine Fixing Spray от Catrice. Sun Glow Matte Bronzing Powder Darker Skin и оттенок мой 020 Deep Bronze. Этот бронзер я вам рекомендовала в видео о любимых бюджетных бронзерах. Он до сих пор мне нравится, хоть и использую я его не так уж часто. Использую я его не так часто, не по той причине, что он некачественный, а по той причине, что я лично предпочитаю сатиновые и сияющие бронзеры. Текстура здесь шелковистая, его приятно трогать. Если вы любите матовые текстуры, я думаю, этот бронзер может быть вам интересен. И в линейке, кстати, есть, по-моему, второй оттенок для более светлой кожи. Два карандаша для бровей. Первый из них вам очень хорошо знаком. Называется Catrice Eyebrow Stylist и оттенок мой Black Eyed Peas. Карандаш не автоматический, обычный, деревянный, естественно. Вам придется его точить. Он очень экономичный. Этот конкретный карандаш живет в моей коллекции минимум 5 или 6 месяцев. Я его использую каждый день. И вы видите, больше половины еще осталось. Второй карандаш называется Slimatic Ultra Precise Brow Pencil Waterproof. Здесь тоже есть щеточка на одном конце. Сам карандаш автоматический, то есть точить его не нужно. Он выкручивается. Оттенок здесь тоже мне подходит. Похож на оттенок предыдущего карандаша. Никаких негативных сторон, если мы говорим о качестве продукта, я отметить не могу. Но я здесь хочу обратить ваше внимание на то, какое количество продукта вы получаете в этом карандаше. Это все, девчонки. Я его использовала два раза. И вот сколько карандаша у меня осталось. Мне кажется, его хватит еще максимум на 3-4 использования. Цена у этих карандашей, по-моему, идентичная. Возможно, если у вас тонкие брови. Возможно, если вам принципиально толщина карандаша. Вам и будет этот продукт интересен. Но, по-моему, он является абсолютно невыгодной покупкой. Вам придется его покупать, наверное, каждые две недели. Если вы каждый день заполняете свои брови. Defining Blush. У меня есть два оттенка. 080 Sunrose Avenue. И 090 Mandy Ryan. Текстура у этих румян шелковистая. Они приятные на ощупь. Финиш у них разный. Вот эти вот румяна матовые. И вот этот вот оттенок сатиновый. Я, естественно, вам покажу более детальные сводчи. В общем и целом, девчонки, этой линейкой я довольна. Румяны легко распределяются. Легко тушуются. Естественно, смотрятся на ваших скулах. С ними сложно накосячить. И по этой причине они подойдут даже новичкам. Благодаря сайту Beauty Home у меня есть два тестера румян. Из линейки Illuminating Blush. Оттенки мои 0,40 и 0,10. Оттенок 0,10 это припыленный лилово-коричневый повседневный оттенок. Девчонки, когда я только купила эти румяны, я вам говорила, что в них внутри есть различимые частицы глиттера. К счастью, как оказалось, этот глиттер не продолжается на протяжении всех румян. Я могу различить какие-то мелкие сияющие частицы сейчас на сводче. Но я думаю, на лицо они не будут переноситься так интенсивно. То есть, если вы боитесь того, что вы будете сиять на солнце, как диско-болл, скорее всего, этого не произойдет. Текстура мне здесь нравится чуть меньше, чем текстура предыдущей линейки румян. Они чуть более пудровые и меловые, они могут пылить. Пудровые хайлайтеры имеют достаточно плотную текстуру, они суховатые. Но для меня лично это не принципиально. Оттенок вот этот вот конкретно вы сейчас видите на моих скулах. Светлый розоватый оттенок. Называется он C01 Luminous Lights. И второй оттенок гораздо более золотистый. Подойдет обладательницам теплой кожи. Подойдет тем из вас, кто любит загорать. C02 Golden Glow. Оба этих хайлайтера мне очень нравятся. Я довольна покупкой. Если вы любите интенсивное сияние, они могут быть вам определенно интересны. И еще один хайлайтер из этой коллекции с кремовой формулой. Называется он Golden Glow C01. Упаковка у него симпатичная. Двухсторонний аппликатор. Текстура жидкая. Хайлайтер пигментированный. Дает интенсивное сияние. Его качеством я тоже очень довольна. Переходим к разговору о тенях. Тени из линейки Velvet Matte от Catrice. До сих пор являются одними из моих самых любимых во всей моей коллекции. Но, к сожалению, Catrice почему-то перестали их сейчас выпускать. Вот этот вот оттенок вы сейчас видите на моем подвижном веке. Фиолетовый оттенок Al Burgundy номер 040. Вы сейчас видите в моей складке века и на нижней линии роста ресниц. И я до сих пор считаю, что формула этих теней является самой лучшей во всей линейке Catrice. Следующая формула теней Catrice, которая тоже мне очень нравится, называется Liquid Metal Eyeshadow. Текстура у теней насыщенная, они пигментированные, на все 100% металлизированные. Если вы любите металлики, я думаю, эта линейка будет вам определенно интересна. Эти тени я использую как топпер, потому что сами по себе они хоть и пигментированные, но все равно на голом веке они не показывают всей своей красоты. Я их наношу на кремовую темную базу, и вот тогда они выглядят как настоящая галактика на вашем веке. Эти тени, кстати, имеют тенденцию к тому, чтобы в течение дня осыпаться под глаза, но им я могу это простить. И еще одна лимитированная коллекция теней, о которой я должна была вам рассказать, точнее я вам рассказывала уже в отдельном видео о покупках об этих тенях. Ссылку на то видео я оставлю внизу в инфобоксе. Оттенок Чили Вайт Си-01. Вы сейчас видите в моем внутреннем уголке глаза. Это призматик, голубой призматик. Мелко помолотые сияющие частицы, то есть глиттер для тех из вас, кто не любит глиттер. Эту вещь я чаще всего ношу в паре с золотыми тенями, и мне очень-очень нравится конечный результат. Для Гранд Блау, то есть эти тени принадлежат к лимитированной коллекции Катрис. И оттенок Мойси-04 Мермаидед. Симпатичные, пигментированные, кремовые. Они не плешивят абсолютно. Мой оттенок называется 040 Brown to Earth. Я думала, что эти тени будут стопроцентным аналогом моего любимого оттенка Maybelline Color Tattoo On and On Bronze. Но Brown to Earth это более холодный бронзовый оттенок. Тени пигментированные, кремовые, шелковистые. С ними легко и приятно работать. Они, кстати, тоже абсолютно не забиваются в складочки. Идеальные оттенки для осветления внутреннего уголка глаза. Если вы хотите перевести ваш макияж на качественно новый уровень, не прилагая особенных усилий к этому, очень вам рекомендую обзавестись каким-то из этих оттенков. Кол Каял. Оттенок Мой. Клеопетрол. Карандаши в этой линейке кремовые, пигментированные. С ними приятно работать и легко работать. Второй карандаш принадлежит к крементированной коллекции Sound of Silence. Оттенок Мой. C01 Golden Spirit. Карандаш гелевый. Текстура мне очень напоминает текстуру гелевых карандашей от Essence. Карандаш стойкий, пигментированный. Держится даже на водной линии в течение дня. Вы видите, какое интенсивное золотое сияние. Теперь, наконец-то, пришло время нам с вами поговорить о продуктах для губ. И начнем мы с вами с того блеска, который вы сейчас видите на моих губах. Называется он Lip Cushion или Lip Cushion. Оттенок Мой 0.10. Rather Be It Coachella. Как мне кажется, это просто идеальный нюдовый оттенок. Я сейчас сотру золотой гелевый карандаш с руки. И мы с вами потестируем этот блеск. Девчонки, я привыкла к стандартным аппликаторам. Их я люблю. Это просто интересная игрушка. Сам блеск достаточно липкий. Если вы не любите липкие текстуры, скорее всего, он вам не понравится. Запах он фактически не имеет. Какой-то отдаленный цветочный аромат. Оттенок этот мне очень нравится. Как мне кажется, он может быть интересен огромному количеству из вас. Об этом блеске очень быстро с вами поговорим. Потому что вы, опять же, к сожалению, не сможете его купить. Он был частью коллекции Lala Berlin. Я обожаю этот блеск. Называется он Ruling Red C02. Насыщенный пигментированный. Ягодно-кравовый оттенок. Имеет приятный фруктовый аромат. Точно такой же аромат имели блески в линейке Essence. Stay With Me, по-моему. Shine Appeal Fluid Lipstick. Оттенок 060 Mary Berry. Блеск симпатичный, ягодный. Имеет отдаленный сладковатый аромат. Явно не противный. Текстура здесь тоже липковата. Но она явно не такая липкая, как у блеска Lala Berlin. Или у блеска Lip Cushion. У того блеска, который сейчас на моих губах. В который раз повторяю, если вы любите блески, если вы любите легкую сияющую текстуру, очень рекомендую присмотреться к линейке Lumino Slips от Catrice. Насколько я понимаю, Catrice решили заменить помадой из линейки Ultimate Shine и Ultimate Gel Shine помадами Fusion Lip Color and Care. Pink Operate от номер 60. Девчонки, текстура здесь действительно сияющая, чуть-чуть гелевая. Но моя конкретная помада содержит заметные частицы глиттера, что меня лично очень раздражает. Если у вас есть помада из этой коллекции, какие-то другие оттенки, напишите мне, пожалуйста, внизу в комментариях, есть ли в вашей конкретной помаде глиттер или он отсутствует. Помада из коллекции Victorian Poetry Berry British. Сатиновая универсальная ягодная помада. Смотрится сдержанно, но при этом явно не является скучной. Functional Forms C02. Фактически неоновая помада. Запах у неё, кстати, не такой, как у помады Berry British. Запах помады Berry British фактически такой же, как запах помад в линейке Ultimate Stay. Здесь запах чуть более интенсивный, пластиковый. Текстура здесь тоже сатиновая. Помада мега пигментированная. В особенности классно смотрится на губах весной и в летний период с загаром. И давайте теперь с вами поговорим о помадах из линейки Ultimate Stay. Эти помады вы легко и сейчас можете купить. Текстура здесь приятная, сатиновая. Plum & Base это тоже ягодная помада, но она гораздо более фиолетовая, чем оттенок, который мы с вами рассматривали Berry British. Вы видите разницу? Но всё равно помада является универсальной, даже если вы не носите броски и помады. Я думаю, Plum & Base всё равно вас не испугает. Второй оттенок это Chocolate Kiss 150. Оценок молочного шоколада. Очень вкусная, насыщенная помада. Если вы любите коричневатый помад, я думаю, этот вариант вам определённо будет интересен. Я не знаю, сказала я вам или нет, но запах у этой конкретной линейки помад отдалённый, сладковатый. Matte Lip Artist. Помада в чайбе стике. Она выкручивается, точить её не нужно. Оттенок мой называется 050 Fashion Redditorial. Оттенок этот мне напоминает Julian's Pure Red из линейки L'Oreal Exclusive Collection Reds. Текстура здесь приятная, помада пигментированная. Имеет отдалённый цветочно-пыльный аромат. В общем и целом качество линейки достойно. Я думаю, вы не будете разочарованы, если вы какую-то помаду приобретёте. Помада-игрушка Catrice Too Tome Ombre Lipstick с романтическим названием Bloody Vampire Kiss, номер 060. Помада имеет два сектра. Один более тёмный, второй более светлый. По идее, девчонки, эта помада должна делать эффект омбре на ваших губах. То есть она должна делать внешнюю часть ваших губ более тёмной, внутреннюю часть более светлой. Что сделает ваши губы, по идее, более объёмными. Насчёт этого я не уверена. Помаду очень сложно нанести, потому что, чтобы затемнить губы внизу, вам придётся её вот так вот переворачивать. Текстура у неё кремовая, насыщенная, помада пигментированная. Текстура у неё, кстати, точно такая же, по-моему, как текстура у помад из этой линейки, о которых мы чуть позже с вами поговорим. Как я уже и сказала в видеопокупках, если вы хотели новую игрушку в свою коллекцию, то, возможно, какая-то помада из этой линейки и будет вам интересна. Ultimate Color. Наверное, одна из самых старых линейок Catrice у меня есть. Большое количество помад из этой линейки. Здесь я вам покажу лишь 4 штуки. Как я уже и сказала, у меня есть отдельное видео со сводчами. Большинство помад в линейке имеют классический насыщенный кремовый финиш. К примеру, помада 440, помада 480 Red Side Black и помада 460 Cool Brown. Вот здесь вот она внесена. Помады пигментированные, насыщенные, очень классно и сочно смотрятся на ваших губах. Они явно не самые стойкие на этой планете, как раз по той причине, что формула у них кремовая, как я уже и сказала. И они чуть-чуть могут все-таки вытекать за границы ваших губ, поэтому помады из этой линейки я рекомендую носить с карандашом. Woodlands Library C03. Кстати, нам осталось еще с вами поговорить о двух помадах из линейки Catrice Neonatured. Так вот, девчонки, этот карандаш имеет очень приятную кремовую формулу, ягодно-коричневый оттенок. Как мне кажется, его легко можно носить сам по себе, как матовую помаду. Карандаш кремовый, пигментированный, но, как мне кажется, он чуть-чуть менее кремовый, чем вот этот вот карандаш из коллекции Neonatured. Но, в общем и целом, карандашами из этой линейки я вполне довольна. Текстура здесь очень приятная, кремовая, точно такая же, как и текстура кремовых помад из линейки Catrice Ultimate Color. И на этом, девчонки, я наконец-то буду завершать свое видео на сегодня. У меня фактически уже сел голос, сейчас я буду пить чай с лимоном. Надеюсь, это видео было вам интересно. Напишите мне, пожалуйста, о вашем опыте с этим брендом в комментариях. Спасибо огромное за просмотр, всем отличного настроения, улыбайтесь чаще и до скорых встреч. Пока! Я думаю, этот бронзер может быть... Мягкая, пушистая тряпочка.